Антарктика всегда считалась последней тайной планеты, холодной, безжизненной пустыней, где под километрами льда нет ничего, кроме мертвых пород. Но в январе 2024 года группа исследователей из Международной станции Астера сделала открытие, которое заставило ученых пересмотреть все, что они знали о Земле. Исследование начиналось как рутинное бурение ледяного щита. Цель была простой, взять пробы древнего льда, чтобы изучить климат прошлого. Однако на глубине почти 4 километров датчики показали аномалию. Подо льдом находилась полость, огромная, протяженностью более 20 километров. И самое странное, внутри зафиксировали тепло. Когда роботы спелеадроны проникли внутрь через узкий канал, камеры передали изображение, которое ошеломило всех. Под толщей вечного льда скрывалась гигантская каверна, освещенная собственным светом. Стены ее мерцали от тонких прожилок-кристаллов, которые реагировали на движение. На дне пещеры лежало озеро, темное, гладкое, как зеркало, с паром над поверхностью. Температура воды плюс 18 градусов. Для Антарктики невозможное. Когда в пещеру спустились первые люди, стало ясно, это не просто природное образование. Вдоль стен находились ровные структуры, похожие на колонны и арки. Камень был выточен, а не разрушен временем. В центре куполообразная площадка, на которой стояли объекты, напоминающие саркофаги, покрытые слоем ине. Ни один из исследователей не решался прикоснуться. Лишь после тщательных измерений стало ясно, форма сооружений слишком правильная, чтобы быть случайной. Внутренний состав минералов не совпадал ни с одним известным образцом антарктических пород. Радиоуглеродный анализ показал, возраст превышает миллион лет. Кто построил это и зачем, никто не знал. Биологи, исследовавшие озеро, обнаружили в воде микроскопические организмы. Их ДНК не совпадало ни с одной известной цепочкой на Земле. Они могли существовать в полной темноте, используя тепло химических реакций под льдом. Ученые назвали их археоспорами, живыми свидетелями эпох, когда континенты еще только формировались. Но самое тревожищее случилось спустя неделю. Когда команда готовилась к выводу оборудования, приборы начали фиксировать странные колебания магнитного поля. Свет кристаллов стал мерцать сильнее, а внутри пещеры слышался гул, похожий на низкий ритм, идущий из глубины. Температура воды поднималась. Руководство экспедиции приказало немедленно покинуть объект. Проход был засыпан льдом уже через несколько часов. Сигнал от зондов исчез. Все данные зашифровали и отправили в международные лаборатории, но часть архива бесследно пропала. Официально сообщили, что исследование прервано из-за нестабильности льда. Но среди участников экспедиции ходили другие слухи. Кто-то утверждал, что под озером нашли структуру из металла, а кто-то, что слышал звук, похожий на дыхание. Теперь вход в ту пещеру официально закрыт. Спутниковые снимки района засекречены, а координаты уничтожены. В научных отчетах об этом месте почти нет упоминаний. Но те, кто видел записи, говорят одно и то же. Никто не должен был туда попасть. И если природа действительно спрятала подо льдом то, что существовало до человека, возможно, она сделала это не случайно.